Для спектаклей пока рановато, но всё идёт к тому, что в этом году обновлённое здание старого тюза распахнёт свои двери. Ремонт вступил в завершающую стадию. Здесь уже приступили к чистовой отделке. Восстанавливают сцену, параллельно отделывают помещение и устанавливают оборудование. Коммуникации полностью подведены, смонтированы и системы вентиляции. Уже даже чувствуется дух прежнего тюза, говорит Юрий Ашеров. Художественный руководитель театра даже сейчас, когда ремонт ещё не закончен, ощущает разницу между тем, как было и как стало. Это несравнимо. Не случайно МХАТ, когда в 2021 году приехал, из всех зданий выбрал тюз. Проблем с финансированием работ нет, потому и срыва сроков быть не должно. Однако они всё-таки возникли. От запланированного срока отстают на две недели. Но всё наверстают, говорит зампред Александр Буренин. Иначе отвечать за срыв сроков будет лично. Мы по срокам задерживаем на две недели уже. И я буду полностью отвечать за расходные средства. Персонально. Хорошо. Нужно делать быстро, но качественно, напутствует глава региона. Валерий Радаев говорит, специально сдвигали сроки сдачи объекта, чтобы зимой в непогоду не ремонтировать фасад. А сейчас есть все условия для проведения качественных работ. Погодные условия совершенно другие, которые позволяют сегодня качественно всё делать. Мы же, почему приостанавливались с вами, объяснялись на стыке, что не фасад делать, ничего, это качественно не дало бы нам. К чему мы столько выстроены объекта, его просто размазать и всё. Зачем? Нет, здесь надо сделать с высшим качеством. Отделочные и монтажные работы на объекте нужно завершить к концу лета. В середине августа уже должны сдать здание, говорит глава региона. Ну а первое представление на новой сцене могут показать уже 1 сентября.